всем привет привет конце марта 2021 года мы праздновали небольшой юбилей пять лет со дня как переехали жить деревню поэтому решили записать подобное видео канал наш начали мы вести немного позже где-то спустя полтора-два года после переезда и поэтому в принципе нет никаких роликов с тем как мы переезжали как вообще выбирали дом на что ориентировали что здесь было до что мы делали переделывали поэтому в принципе решили об этом сегодня рассказать сделать какие-то выводы может быть кому-то что-то посоветовать с чем можете столкнуться при выборе дома при переезде в общем поделиться опытом да спустя уже пять лет можем поделиться опытом рассказать все плюсы и минусы жалеем ли не жалеем каково это из города в деревне хотим ли мы собрать вещи и уехать назад или вообще куда-то еще или что-то в общем что-то в этом роде разговор наверно следует начать с того момента как мы выбирали дом и вообще на что стоит ориентироваться при выборе дома выбирали вообще знаете как вообще я могу сказать так нам очень в принципе тем как мы подошли к выбору дома считаю что нам в принципе очень повезло что мы нигде не обмануть вот в этом плане я считаю потому что как бы многие моменты на которые следует обращать внимание вообще сквозь пальцы ни на что не обращали это кстати первый дом который мы посмотрели единственный который мы посмотрели в живую да мы же не ездили больше смотреть там мы вообще все дома начинали смотреть так как мы решили в общем смысл вообще поиска дома у нас был какой построен на нескольких этапах первый этап это просто смотрим дома по ориентиру от цены от бюджета на который мы ориентировались вот бюджет и уже далее без разницы на какой удалю удаленности он будет смотрели на то в каком состоянии находится дом по фотографиям вот далее уже начиналась более глубокая ну то есть мы созванивались продавцом спрашивали что там как какая инфраструктура как дорога нас больше всего интересовала дорога чтобы дому можно было всепогодно подъехать потому что имея транспорт постоянно мы могли куда-либо уехать и нас не интересовало наличие магазинов наличие всего остального мы в основном тем более на тот момент я ездил мы затаривались тех же ашанах и так далее несмотря на то что они находятся за 300 ближайший ашан но это скорее всего в липецке не помню есть 350 400 километров любом случае это ближайший такой кашу до магазин нормальный еще в принципе многие дома отсеивали сразу на моменте вот именно просмотра объявлений что нам какие основные критерии в принципе нам нужны были но во первых это все удобства то есть мы должны были переезжать из того места где мы жили и чтобы условия были проживание не хуже чем мы жили правда мы тогда снимали комнату в общежитии но так как мы сашей оба выросли в квартирах то есть для нас присущи какие-то основные удобства это естественно канализация наличие горячей воды ну и отопление да то есть поэтому когда мы ориентировались на подбирали себе жилье для нас было важно чтобы в доме была холодная и горячая вода но в принципе желательно холодная это горячую в принципе сделать можно было да если что это сейчас технологии не стоит на месте обязательно чтобы был вывод канализации не обязательно центрально это мог быть и септика но главное чтобы доме было канализация была ванна или душевая кабина и желательно не на кухне как это уголова многих объявлениях душевая кабина прямо на кухне и ну естественно санузел да вот это вот что для меня это в принципе было основное в доме в доме в доме чтобы это все было естественно в доме до санузел был в доме. А то там, может, у соседей и санузел. Был дом, рассматривали, но по объявлению все было очень хорошо, и он был близко, там не было санузла, но когда мы созвонились, он оказался не так близко. Он был как бы на Куликовке, но считает, что это, господи, да, там от Орла, сколько там, 15-20 километров, по объявлению. А в итоге он там оказался чуть ли не в Малоархангельском, поэтому... В Куликовке другого района, не Орволского. Ну, то есть, как бы, да, если бы дом был в черте города, и там бы не было, допустим, туалета в доме, это еще полбеды. Но если бы вот так вот, как мы переехали, почти за 90 километров, ну, как-то уже нет смысла, наверное, брать такой дом совсем без удобств. Ну, еще так как мы не являемся какими-либо такими строителями, дом рассматривался с наличием, ну, уже маломальский, допустим, обшитый, ну, без каких-либо облажений. Заезжай и живи, то есть, да, там, чтобы мы вот эти вот пять лет, так как мы в доме ничего не делали, мы только, ну, там, по мелочи кое-где обои переклеили, но так, то есть, заехал и живи, чтобы ближайшие, там, не знаю, пять-десять лет, ничего не надо было переделывать, делать, да. По поводу отопления, как бы, печку мы не рассматривали, ну, именно такого плана, русскую печку нас интересовало либо АГВ, либо как у нас стоит форсунка, то есть, такого плана. Но спустя пять лет прожив, да, допустим, я бы уже бы не отказался в печке, но не русская печка, как сделано посередине печка, а вокруг нее построены все комнаты. Но это мы потом, я думаю, поговорим, как сейчас мы видим, да, все это. По поводу удаленности, Саша уже сказал, что, да, нас как бы не пугало расстояние, и получилось так, что ориентируясь на наш бюджет, мы понимали, что те условия, которые мы хотим, это заехал и живи, да, в полноценный дом, все дальше, 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 дальше от Орла. На краю области. Да, мы находимся в районе, который считается самым крайним в нашей Орловской области, ну, и порядка 90 километров до райцентра у нас получается. Ошибка самым, ну, в эту сторону он самый. В эту сторону, да, он самый удаленный. Ну, для кого-то это, возможно, много, для кого-то мало, но... Тут, скорее, личностные какие-то убеждения. Либо кто-то, допустим, привык в магазин пешком ходить, и так далее. Ну, тут уже нам километраж вообще разница. По поводу инфраструктуры в нашем селе у нас имеется магазин, который работает с понедельника по субботу, так что, если что, за хлебом можно сбегать, допустим, да. Опять же, таки, по очереди. Ну, это да, тут есть свои нюансы, но суть в том, что, да, магазин у нас есть. Плюс здесь у нас находится медпункт, но медсестра здесь находится не постоянно, то есть часы работы какие-то есть. Также здесь есть клуб, библиотека и почта. Ни садов, ни школ нету, но ходит школьный автобус, который отвозит детей там и в сады, и в школу, которая к нашему поселению относится. Земля. Мы, когда выбирали, в принципе, ориентировались где-то на 10-14 соток земли, не больше, потому что, ну, по крайней мере, у меня почему-то всегда наличие большой площади земли ассоциировалось с тем, что это будет большой огород. Как человек, который вообще к деревне никакого отношения никогда не имел, я была в деревне всего лишь два раза, в 19 лет и в 25, поэтому, ну, как-то у меня почему-то всегда ассоциировалось много земли, это большой огород, да, что нужно обязательно развивать почему-то большой огород, и поэтому, в принципе, мы руководствовались на такие небольшие объемы, хотя сейчас, я думаю, где-то соток 30. С дачи. Ну да, у нас у всех родителей, у нашей бабушки с дедушкой была дача, и есть, и как бы, ну, ассоциация возникала с дачей, а дача это что? Это картошка. А сейчас я понимаю, что... Дом это птица, дом это мясо. Дом это свобода, знаешь, а там уже делай что хочешь, хочешь мясо, да, там, хочешь, не знаю, вставь беседку, делай двор какой-нибудь, там, для собак, или еще для кого-то. Мы прерывались на небольшую паузу, да, раскочегарили для вас костер, грейтесь. Ага, и мы погреемся заодно. Что, наверное, хочу посоветовать, ну, во-первых, когда будете переезжать, если, ну, из города, да, конкретно, вот вы живете в городе, ходите там, на работы, на... Если вы задумали переезжать, наверное, вот с этого этапа, сначала человек должен, как вот мы с тобой, да, дойти до мысли того, что он хочет переехать. Потому что сейчас многие считают, что в деревне и работать негде, и кроме как у себя в огороде, собственно. Ну, вообще, это у нас сейчас популярно, потому что многие уезжают из крупных городов, и с мегаполисов. Тут, знаете, наверное, да, вначале вы должны задумать и поставить для себя цель, с какой целью вы переезжаете. И, в принципе, от этого уже будет выбор места. Если вы просто переезжаете для того, чтобы жить на свежем воздухе, дышать чистым воздухом, есть свои натуральные там какие-то продукты, то тут можно переехать где-то недалеко от города, в пределах, возможно, там 30 километров, чтобы вам удобнее было ездить на работу, потому что... Как сделали наши друзья. Да, потому что за что-то жить вам надо. Если же вы планируете жить своим хозяйством, развить какую-то ферму, да, там небольшую, уйти на полное самообеспечение и жить только за счет... Самих себя. ...своей земли, то тут, да, рациональнее, наверное, выбирать место подальше от города, но не сильно далеко, потому что свою продукцию надо еще как-то реализовывать. Заказать же надо сначала обвинуть на свои возможности. Допустим, если люди с автомобилем, ну, как наш с тобой случай. Я думаю, сейчас у многих есть автомобиль. Это понятное дело, что уезжая, жить так далеко, ты не поедешь просто, имея велосипед. Но иметь машину, это обязательно. Живя за городом, машину иметь надо обязательно. И еще нужно хорошо продумать вопрос с заработком. То есть, либо ваш заработок не зависит от места, где вы находитесь, ну, вот как у нас получилось, да, то есть Саша работает на машине, да, и как бы тебе все равно в принципе относительно, да, где ездить. Либо, допустим, может быть, у вас есть недвижимость в том же городе, у вас останется квартира, вы будете ее сдавать и за счет нее жить. Так тоже многие делают. Конечно, в любом случае при переезде должна быть какая-то денежная подушка на первое время, потому что вне зависимости вообще от того, какой вы выберете дом, какое-то будет место, что там будет, все равно вы будете что-то переделывать от себя. Мне кажется, многие вот с ковидом, с вот этой инсоляцией в прошлом году воспользовались как раз вот этим вариантом. Сдавали свои квартиры, уезжали жить на свежий воздух, где ты, грубо говоря, не ограничен сколько там, 30-ю квадратами. в идеале кого-то и побольше может, чем с людистыми, у москвичей может еще больше или меньше. Это понятно, да. То есть тут ты вышел в любой момент на свежий воздух, ты ограничен своими сотками. Это, конечно, да. Сейчас, наверное, все-таки вторая волна идет именно переездов. Сейчас эта тема все-таки актуальна будет. Я как-то забыла совсем про эпидемию. Но как заработок какой-то помимо даже если вы Эпидемия помимо того, что даже если вы собираетесь жить своим хозяйством полностью, то у вас все равно должен быть какой-то дополнительный заработок. Потому что хозяйство надо кормить. Но надо кормить и это очень рискованный вид деятельности. Может быть падешь в любой момент. Вне зависимости вообще как вы это будете заниматься, будет ли у вас пропойки и все это даваться. Или вы чисто полностью на натуральном. Но падешь внезапно и большой может быть в любом случае. От этого никто не застрахован. Такие явления будут встречаться. Мы обожглись в прошлом году. Взяли птенца. У нас есть видео по этому поводу? Как брали есть. А как как обожгли нету. То есть в любом случае дополнительный заработок должен присутствовать. Благо сейчас наверное с развитием интернета и с тем что очень многие люди переходят на удаленку из-за того же ковида это в принципе будет проще наверное найти такой вид заработка. и некоторые если взять небольшие города многие там и так работают на ту же вахту уезжают в более крупный город. Ну это да. Но знаете ориентируйтесь на том что в 90% в данных случаях в деревне нет работы. на такой какой вы привыкли постоянный какой-то работы в деревне нет. Хорошо есть какой-то колхоз совхоз или производство где-то рядом но сейчас это конечно уже. Да и то там если я думаю на сегодняшний день переезжать то там все будет по-любому занято. Потому что местные там по-любому кто-то живет и кому-то надо по-любому питаться. за что-то То есть сразу если вы уходите с какой-то своей постоянной работой там допустим в офисе или в магазине еще где-то и едете в деревне сразу там же работу найти будет тяжело. То есть нужно иметь альтернативные источники дохода это просто обязательно и подушка подушка денежная должна быть потому что ну мало ли каких-то непредвиденные расходы ну и тоже хозяйство заводить на что-то будет надо. В идеале конечно допустим начать планировать свой переезд ну может быть за полгода за год и начинать подготавливаться может быть откладывать деньги покупать какой-то инструмент ну я не думаю что многие жители квартир будут переезжать там с бензопилами с циркулярками там с каким-то другим а если мы возьмем например бывших дачников у которых есть уже это все но дача не Камелько допустим мало стало да ну будь то мало или допустим если встал вопрос дома то дача теряет свою актуальность вот то есть допустим квартиру сдавать дача если в черте города там можно пешком дойти то можно тоже сдавать а с другой стороны можно и в такую дачу в ЖС переделать и там обустраиваться и не покупать себе ничего ждать соседей и купить дачу из них сейчас к сожалению в эти СНТ очень много тоже вводят правил и полноценное хозяйство ты можешь там просто не развернуть нельзя заводить птицу только с разрешения там всех соседей по улице тех же пчел то есть если человек намерен серьезно на хозяйство а не просто огород я думаю пчел даже тут надо у кого-то разрешение справить двухметровый забор мы можем пчел заводить причем он не обуславливается тем какой он должен быть то ли это рабица то ли это глухой мы зачастую я сколько по дороге ездил сколько вот этих всяких ферм пчеловодческих не особо но так вообще по законодательству двухметровый забор у нас идейность дома по большей части появилась с тем что мы любители собак и нам как бы то что город стесняет заводчиков то что не все города обустроены какими-то площадками и так далее вот это это стал основополагающий фактор к частному дому где моя собака может гулять и думать по территории еще я помню мы с тобой еще давно слышали разговаривали мы мы почему-то всегда открывали авито ну правда смотрели в городе да но посматривали все-таки дома на тот момент стоимость дома была подешевле наши знакомые именно удивлялись тому фактору что можно было приобрести как бы дешево дом в том состоянии в котором находится полноценный час со всеми удобствами уже конкретно обшиты где ничего с окнами ну заезжай живи как я это называю такого плана но единственное в принципе я считаю что не только нам повезло при покупке дома но и тем людям которые продавали очень повезло на тот момент недвижимость тяжело продавалась это сейчас куда можно попытаться конечно все хочу что угодно но на тот момент опять же такие сейчас начали ценники забирать того что пошел спрос но и у людей как всегда сложившиеся ситуации многие работы теряют в принципе и денег-то особо нет в этом плане конечно ну и я не знала пожив тут пять лет в принципе сказать что цена прям сильно адекватная было я не думаю я думаю что все таки все таки она была чуть чуть завышена мы не стали не торговаться ничего я скажу мы просто вот пришел увидел победил до пришел увидел купил декабрь месяц вообще выбор времени года для просмотра дома как бы был тоже основным критерием почему именно зима и такая как бы декабрь тогда у нас еще такая неплохая на тот год зима тут и холода были с одной целью чтобы посмотреть насколько дом теплый но нет никаких проблем в этом плане зимой у меня по крайней мере была такая мысль и потому что она покупая его летом ты как бы не знаешь к чему готовится с наступлением зимы холодов да ты вообще ничего не представляешь а тут ты заезжаешь зимой вообще смотришь дом зимой да и ты уже видишь да там как одеты хозяева как вообще дома тепло ли дома насколько там сильно топится отопление у нас просто стоит форсунка и там как бы можно на запале топить а можно кочегарить сильнее и все эти факторы как бы сразу уже рассматриваются и как бы мы остались этим довольны то есть дом теплый вообще-то ничего не ездила я потом приехала я приехала на 2 на следующие выходные вы я работала когда вы смотрели дом ты мне скинул фотографии а еще я забыла вообще еще один важный вообще пункт для нас был это интернет как провод для да 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 как говорится где провод ляжет там ставьте и кровать так вот и тут был конечно интернет тогда ты мтс 3g наверное поймал слава богу я тебе отсюда фотки слава богу что по истечении пяти лет но они так и не дошли я тебе приехал когда показывал я пользовался другим ресурсом назывался он там я не помню смотрит удаленность вышек я не про то хотел сказать что про техническую сторону что да наконец-таки связь тут развилась и здесь есть 4g на тот момент 4g не было мы кстати маяли долго то с модемами какое-то время поэтому на канал и не заводили вот а потом как только мы настроили интернет люди открыла для себя youtube с новой стороны мне кажется с youtube он была знакома но тогда меня интересовали совершенно другие вопросы и потом через год или полтора все-таки созрела до создания канала это тематика создания канала была более архивно да более архивно но это было поздно потому что мы привыкли к ремонтам ко всякой ерунде потом переделка поэтому мы к этому относились более спокойно и нам как такой специфики как таковой мы в этом не видели там дальше уже было то что это завела себе единомышленников и пошло уже дальше канал стал более популяризирован нежели как она говорила раньше закрою буду там чисто видочки держать чтоб не слетел жесткий ну да youtube изначально был архив у нас 2 терабайтный жесткий просто накрылся а облака на тот момент да и сегодня мы не пользуемся облаками мы их разгонять стараемся чтобы солнечно было красиво ясно наверное что выбрали мы этот дом сейчас но в принципе находясь в тех же условиях которых мы находились системе же вопросами которые у нас возникали нет 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 вот сейчас уже когда ты ну прожил туда там один год полноценно нет я имею ввиду прожил и вообще больше понимаешь такой частный дом и подошел бы ты к выбору и так мы сейчас опять поругаемся я могу сказать что именно с местом меня все устраивает именно место на локации мне как-то абсолютно параллельно не ближе не дальше единственная я бы хотела больше земли это точно и уже на сегодняшний да вот я как сейчас вижу для себя дом это больше земли но это не огород точно и сам дом нет в принципе дом абсолютно нормальный но душа у меня сейчас лежит минимализм возможно нет все таки я бы не хотела на данный момент на данный момент я скажу по-другому она видит перед собой концепцию купить пару гектаров нет нет вот вот я сейчас как раз над этим и задумалась нет купить пару гектаров и строится там и жить нет купить пару гектаров то что в любом случае там был какой-то дом или где-то жить поблизости может быть то есть дом я вижу в другом формате совершенно но я понимаю что построиться за один сезон мы все-таки не смогли люди просто не как по крайней мере я я как бы могу что-то сделать через пять минут подумать и переделать заново то есть вариант вот как здесь да я добавила только землю а чисто вот переезжать ну не знаю на хутор и там стоит дом я бы не хотела все-таки по одной по той причине что я привыкла что все-таки должны быть где-то удобства теплая вода а сразу если допустим такой вариант дома что по разрушенном состоянии но со всеми удобствами был когда то есть какая-нибудь я в любом случае даже поживя пять лет до проживая вот здесь вот в цивилизации ну то есть все удобства цивилизации да я не готова вот сейчас ехать на пустырь на хутор ходить в туалет за кустик мыться в тазиках нет я к этому не готова однозначно нет настолько настолько я не прониклась деревенской жизни чтобы зимой минус 30 думать потерпеть ну я тебе могу сказать многие люди таких условиях умудряются и бани строить просто тут уже вопрос прямоты рук в том плане что насколько человек склонен к тому чтобы взять и ничего сделать допустим огород который будет подносить многие мои землянки хватает для существования возможно если я родилась в деревне я бы смотрел на это по-другому смотрел на это по-другому свалила в город но так как я моя личность да вообще характер все это было становление стандартизирован становление было в городе я привыкший человек просто полноценный досад для меня должны были быть и должны были быть и будут я не готова посуду помыть и чтобы было как-то холодно да я хочу дом я хочу в доме была печь к но не русская печь это точно чтоб доме было в доме горячая вода была пусть это вода сейчас может быть ну и поблизости где-то теплый туалет хорошо а как вариант с нашим тени хаосом на постоянку нет жить я так не смогла еще наверное важный аспект при выборе дома это соседи но тут я вам скажу так покупая дом вы никогда не узнаете какие у вас соседи вы никогда не узнаете какие у вас соседи пока вы не начнете здесь жить потому что те люди которые здесь жили могут и взываться соседи хорошо а на самом деле она будет не так или взываться плохо тут как межличностные отношения какие установились у этих людей никак не повлияет на то какие установятся они вот еще все может зависеть от насколько большая деревня насколько давно здесь живут люди потому что допустим вы можете попасть ту деревню где каждый друг другу брат сват и так далее здесь все друг другу родственники а мы здесь получаемся как бы пришить к были не хочу говорить ну вот ну просто мы здесь на более других условиях отношениях и так далее чтобы познакомиться нормально пока столкнешься во всех главное чтобы забор был хороший не ну вот в моем конечно понятие должна быть все равно как деревнях привыкли да там или нет заборов или вот как у нас тут на огороде рабик стоит но для меня конечно какая-то зона должна быть прям с таким глухим забором обособленная это обязательно потому что я бы в идеале конечно средства позволяли я бы огород зашила бы просто как это называется металлопрофиль 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 ну знаете ну мне например некомфортно может я хочу где-то в шортах в маечке выйти в огород где-то где-то позагорать нет но в этом плане извините что я буду попа кверху в шортах корячиться мне хочется какой-то мы привыкли к более такому закрыт более на нас многие допустим начали смотреть как вот приехали городские и вот эти вот всякие такие подобные косые взгляды вот как бы каждый допустим своим глазом пытается оценить наш огород нашу манеру общения с почвой с птицей и так далее ну да и как бы дельменскому жителю тяжело понять то что делаем мы и как бы вот это вот все нас не столько как бы просто вот это вот скажи по-английски просто не хотим мы растим он даже расходится со многими нашим близким но у нас между собой свой взгляд да и между это то что ты видишь по-своему те люди которые исконно прожили деревне больше там 50 лет допустим они видят это со своей колокольни и считаю что мы городские группы ничего не соображаем ничего не понимаем в принципе ничего не можем нас ничего не получится и такое встречается очень часто и не только среди среди деревенских жителей у нас тут соседи грубо говоря да мы вот иногда среди и комментаторов также на ютюбе встречается картошку неправильно сажаешь да там про огород тоже там различные комментарии встречаюсь но дело в том что у меня свой взгляд у меня в течение пяти лет все это получается у меня свой взгляд на огород на птицу а и тем более метод про про ошибок никто не отменял мы идем более по своему опыту и своему типу мышления допустим мы так видим мы так хотим мы так делаем вот не получилось ага этот момент вычеркнули так не надо делать так не получается неправильный давай вот так я даже наверное вот смотря сейчас англоязычные каналы понимаю что вы принципе все дела не как русские люди ну такие методы как оказалось развиты хорошо где-то за границей я об этом вообще даже как вот узнала только сейчас на сегодняшний до группы зимой но при этом я слышал такую фразу что тут же от соседей что куры зимой поэтому вообще на протяжении всего время куры несутся исключительно летом они за летом вынашивают весь свой потенциал не нашу весь свой ресурс а зимой они просто нанесутся отдыхают ну и так прикольно когда вы городские глупые ничего не понимаете яйца едите круглогодние умные у вас яйца покупаем это ваш вкус было такое я считаю что просто наверное у нас более современный возможно подход скорее всего потому что взять даже тоже на нашу родину то что как бы более привычный как ведут дачу там будь то люди на родители будь то мои родители все как бы более по-своему как испокон веков делали грубо говоря грубо говоря как раньше лошадь пахала сейчас мы допустим взяли ее сеном накрыли и не хуже собрали видео про то как переехать деревню превратилась вообще 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 поэтому видео запланировано и много всего всяких мыслей их все сразу так вот вытащить невозможно из головы потому что что-то допустим сейчас даже выключу камеру можно сказать о забыл вот это надо было сказать ладно давай наверно подведем итоги в принципе на что человеку ориентироваться придется здесь тайм-код ставить на что человеку ориентироваться при выборе дома бюджет да исходя из этого уже удаленность в принципе я думаю если вы просматриваете дом свыше чем 30 километров от какого-то крупного города то рассчитывайте на дополнительный заработок то есть если свыше 30 вы не сможете ездить в город на работу это уже однозначно но также хотите ли вы сам полное самообеспечение или ну или просто для вас это будет частный дом просто с какой-то с хозяйством ну да иногда там свежие продукты для себя но опять же такие если вы будете работать то как вы будете заниматься хозяйством если у нас это 50 на 50 то есть я работаю она занимается хозяйство то как это будет складываться у вас то что вы оба на работе допустим и когда вы занимаетесь хозяйство тут скорее даже вопрос тогда уже стоит количество для пяти кур покормил их с утра до работы или поставил там автоматически хорошо момент огородом а как люди на дачу ездят раз в неделю на выходные ну то есть тут именно обширности да какой-то небольшой тот же огородик и небольшое хозяйство вы себе можете позволить ездить на работу имея там те же два выходных но это получается будет проще дать ожидать же из черте города и тот же небольшой огородик и тот же час но и дальше наверное ориентируетесь во первых на землю я бы конечно посоветовалась бюджет позволяет брать больше земли с этим будет проще вы всегда сможете корреспонировать так как надо сделать большое поле с газоном если что чем потом вы будете кусать локтя где меня крайне взлетную площадку для своего личного вертолета вы разберетесь земля это не только огород подходить с таким с таким мышлением и наверное смотрите по инфраструктуре то есть если у вас есть маленькие дети то желательно чтобы либо в черте самого села была школа детский садик хотя бы там 9 классов в общем готовились готовились мы к видео получился какой-то такой сумбурный набор в принципе я думаю это все что мы хотели рассказать сказать есть есть какие-то вопросы думаю пишите в комментариях будем снимать видео ответ уже более подробно на что про что-то рассказывать что-то объяснять я думаю как то так наверное на этом имея наш большой опыт пять лет до какие-то выводы если что еще что-то целом вывод у нас сейчас только плане если земли то побольше плане дома то в принципе чтобы да и сегодня тяжело найти я думаю если сегодня кто-то ищет то по любому со всеми удобствами чтоб там и тепло было и водой все было потому что смысл зачем кому-то нужен допустим какой-то дом день нет воды там или с колодца таскать носить могут просто под мат капитал покупать но это тоже дополнительное вложение смысл это тот же мат капитал могут взять от бюджета я считаю и от занятости то есть если у вас есть время что-то делать переделать вы не спешите где-то живете есть дети делать туда-то там в принципе можно а так не вижу смысла могут лучше брать полноценный уже готовы готовый дом про ремонт я сейчас не говорю потому что любом случае ремонт вы будете делать есть конечно деньги позволяют то можно землю купить и там уже но уже как где есть все удобства потому что многие даются участки под застройку где все подведено вот они трубы и лежат бери стройте пожалуйста как тебе вздумается такое тоже бывает ладно будем заканчивать спасибо за внимание пишите свое мнение наверно в коментах не досказали да 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 что-то может интересует в общем будем еще тогда снимать следующей части всем спасибо и всем пока а и и Субтитры подогнал «Симон»